Переходим ко второму заданию устной части. Напомню, что все задания на экзамене вы будете решать по порядку. У вас нет опции начать с четвертого и закончить первым. Поэтому мы переходим логично ко второму заданию. Что здесь вас ожидает? Перед вами будет вот задание такого формата. Это как бы объявление. Study the advertisement. И из этого сразу следует контекст. То есть объявление это всегда какой-то сервис. Лексика, которая нам понадобится, связана с сервисами, с покупкой. Зачем нам нужны объявления? Узнать дополнительную информацию про курсы, про поездки, про туры. Вот, это круг лексики, который нам нужен для успешного выполнения задания. То есть тема, сервис, связанная с сервисом. Далее, что же в самом задании? So you're considering buying the magazine. В данном случае мы покупаем как бы журнал. I would like to get more information. И хотите как бы узнать дополнительную информацию. Нам дается полторы минуты на подготовку. И что от нас требуется? Тут нужно исправить не пять прямых вопросов, нужно задать а четыре всего. So you are to ask four different questions to find out about the following. То есть нам даны некоторые формулировки, собственно, о чем мы должны спросить. Важно помнить, что ситуация, да, разыгрывается следующая. Мы как бы директивно спрашиваем человека. Поэтому логично использовать. Мы спрашиваем о чем-то конкретном. Обязательно используйте артикли, определенные the, да. То есть тут не может быть the, как будет это странно, да. Where is a cafe located? Где находится какой-то там, да, это вот неопределенный артикль. Какое-то любое кафе. Сразу ошибка в логике. Смысл полностью теряется. Минус один балл. Кстати, за каждый вопрос, правильно заданный, мы можем получить по одному баллу. То есть максимально за это задание четыре балла мы получаем соответственно. То есть мы задаем прямые вопросы, как бы человеку, директивно, да. Cost. Да, то есть сколько стоит. Number of pages. То есть мы должны понимать логику, о чем мы должны спросить. О стоимости. Number of pages. Сколько там страниц, за которые мы будем платить. How often it is published. Как часто он выходит, публикуется. If also available to read online. И можно ли прочитать его онлайн. На каждый вопрос он дается по 20 секунд. Вы отдельно будете записывать каждый вопрос. 20 секунд это довольно много. Потому что, ну, чтобы спросить, how much does it cost? Сколько он стоит? Не знаю, 2-3 секунды прошло. Для чего дается 20 секунд? Для того, чтобы у вас было время переговорить вопрос, если вы в чем-то сомневаетесь. Если поняли, что сделали ошибку в этом, нет ничего страшного. Переговариваете. Но помните, что эксперт засчитывает второй вариант соответственно. Да, последний. Второй, третий. Сколько вы успеете наговорить, переговорить. Но всегда вопросы довольно стандартные. Круг тем ограничен. Опять же, все это связано с сервисами. В общем-то, и все. Да, еще раз. Что еще? Что еще, кроме определенного артикла, можно использовать? Используйте местоимение your, как вариант, как замену. Where is your cafe located? Ваше кафе, где расположено. Как вариант. Никаких неопределенных артиклей. Для того, чтобы успешно выполнить это задание и не допустить ни одной ошибки. Что нужно? Ну, во-первых, нужно понять ситуацию, собственно, о чем нужно задать вопрос. Для того, чтобы не задать какой-то некорректный вопрос. К примеру, вопрос о стоимости. А вы спросите, я не знаю, есть ли какие-то штрафы за это. Да, казалось бы, вопрос денег, да. Но, тем не менее, вы спрашиваете не тот вопрос. И, соответственно, теряете балл. Ну, далее, какие вопросы нужно задавать. Соответственно, поскольку это прямые вопросы, мы помним о вопросительном порядке слов. И по типам вопросов достаточно задавать общие вопросы. Yes, no questions, который начинается с do, does. Кстати, о времени. Задавать вопросы в настоящем времени, present simple, этого достаточно. Там, я не знаю, where do you leave? Do you have a dog? Ну, в данном случае, в нашем контексте это Does it come with a guarantee? Да, то есть, какой-то, например, девайс, он там с гарантией или без гарантии? Okay, can I buy it online? Могу ли я купить это онлайн? И второй тип вопросов, который нам понадобится, это специальные вопросы, которые начинаются с вопросительных слов. When, where, why, how much, how many и так далее. Помните про обратный порядок слов. То есть, вопросительное слово, да, далее глагол, подлежащее сказуемое, извините, подлежащее, там, дополнение обстоятельства. Помните об этом, да? То есть, порядок слов не прямой, обратный при вопросе. Да. Итак, еще раз. Study the information in the advertisement. То есть, мы внимательно изучаем информацию в самом объявлении. Важно понять, какая локация. Сейчас объясню, для чего. Да, то есть, куда мы, грубо говоря, звоним по ситуации задания, да, чтобы узнать какую-то нужную информацию. Обращайте внимание, собственно, на сами формулировки, чтобы не сделать ошибку. То есть, да, о чем нужно спросить? Задавайте себе внутри, о чем я должен спросить? О чем? Да, про цену, про стоимость, про стоимость билета. Есть ли какие-то скидки? И так далее. Дальше. Помните о порядке слов, обратном порядке слов. Так. И я хотела сказать про локацию. Первый вопрос, который вы задаете. Избегайте вот местоимения it. Например, там вопросы про кафе. Where is it located? Но поскольку нужно же ввести в контекст эксперта, он должен понять при проверке, что вы поняли задание, что вы прочитали это объявление, да, то есть, само задание. И понимаете, что нужно спрашивать про кафе. И в задании написано, вы как бы звоните в кафе там, чтобы организовать свое дыре, например. Вот. Поэтому обязательно указывайте, так сказать, локацию, да. Where is your cafe located? Обязательно. То есть, это даст понимание эксперту, что вы прочитали задание и понимаете, что от вас требуется. Вот. Четыре прямых вопроса. Четыре балла. Практикуемся. Все получится.